Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня будут покупки сайта Алиэкспресс, потом будет обязательно влог. Будем наряжать вместе елку, потому что сейчас я сижу на фоне до конца ненаряженной елки. Я думаю, что вместе сделаем это с вами во влоге. А сегодня я хочу рассказать вам про покупки сайта Алиэкспресс, но и заодно вы можете добавить их в корзину для того, чтобы купить на очередную распродажу. Я уже говорила, что скидки есть как липовые, так и настоящие. Пример настоящей скидки я покажу вам в этом видео. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. И сейчас я вам как раз расскажу про продукт, на который была реальная скидка. Это Айрофритюр от Биола Микс. У меня сейчас нет его на руках, потому что он огромный и уже стоит на кухне. Но я вам там поближе съемку потом сделаю. На момент распродажи, точнее до распродажи он стоил 89 евро. И когда я уже захотела его купить и 11 числа приступила к покупке вместе с купонами у продавца, мне эта Айрофритюрница обошлась всего в 68 евро. Так что у них скидки в магазине настоящие. Может быть они там не супер огромные, там 50%, но 20 евро скидку они сделали. Потому что сейчас этот Айрофритюр стоит 89 евро. Поэтому я считаю, что очень удачно его взяла. И теперь расскажу про эту Айрофритюрницу. Супер вещь. Когда она пришла, мы, естественно, сразу попробовали ее. Сделали там картошку фри, сделали там крылышки. Все безупречно работает, ничего не подгорело. 15 минут делалась картошка фри. И на крылышки мы поставили, по-моему, там можно время самим добавлять. Мы поставили 20 минут. Все отлично пропеклось, ничего не сгорело. Все отлично потом помылось. И выглядит эта вещь очень-очень стильно. Но вставлю и фотографии, кусочки видео, покажу, как мы там как раз готовили. Там 8 разных режимов, где вы можете делать и пирожки, картошку фри, крылышки, рыбу, отбивные. В общем, я думаю, что как раз все, что мы с вами готовим, вы можете делать в этом Айрофритюре. Я, конечно, начиталась про огромную пользу. Поэтому мне и захотелось его приобрести. Я осталась очень довольна этой покупкой. И вам тоже могу посоветовать как раз на следующую распродажу заказать эту Айрофритюрницу. Следующая вещь, которую я тоже хочу вам показать от марки Биоломикс. Это, я не знаю, как его назвать, измельчитель, что ли, который я заказывала для мамы. Потому что он, по-моему, идет на 2 литра. Мама часто занимается заготовками. И руки устают для того, чтобы это все нарезать. В общем, перемолоть, что надо. Поэтому я предложила ей заказать вот такой вот агрегат. И она согласилась. Я тоже почитала отзывы. Отзывы все были хорошие. Поэтому, в принципе, у меня и не было никаких сомнений. Пришел он ко мне тоже где-то за 4 дня с момента заказа. Я считаю, что это очень быстро. Я не могу сказать ничего про его свойства, пока его не попробовала мама. Но в комментариях пишут, что качество он хорошего. И стоил он, ой, вообще 25 евро, по-моему. И бесплатная доставка из Польши. Поэтому тоже, если ищите себе недорогую технику. Но на которую в основном идут все положительные отзывы. Оценки 4, 9, 5 оценки. То советую вот к марке Biola Mix присмотреться. И следующие вещи, которые я хочу вам показать. Уже касается непосредственно праздников. Рождества и Нового года. Когда я заказывала эти вещи. Я очень опасалась, что они придут где-то в конце декабря. Но, в принципе, и у всех продавцов стояла дата. 24 декабря, там 30 декабря. Но, к счастью, мои опасения не подтвердились. Потому что все. Я получила уже больше, чем неделю назад. Кое-что уже выкладывала в Инстаграм. И речь идет о елочных игрушках. И не только о елочных игрушках. Но и также о новогоднем рождественском декоре. Первое, что я хочу вам показать. Это вот такие вот замечательные олени. Которые стоили, по-моему, то ли по 3 евро. То ли по 2,49. Но как они выполнены. Это просто высший пилотаж. Очень все детализировано сделано. Я хочу сделать небольшую композицию на окошке. И, в общем-то, с этой целью я их и заказала. Я обязательно поближе их тоже вам покажу. Качества никаких нареканий нет. Так что смело можете их заказывать. Далее, что я там тоже заказала. Это 2 пары вот таких лыж. Одни у меня уже висят. Поэтому я сюда принесла вот одну. И также в комплекте были вот такие вот замечательные санки. Тоже сделаны очень качественно. Пришло упаковано в отдельную коробку. Сверху была пленка. И тоже никаких нареканий у меня нет. Стоил этот набор в районе 4 или 5 евро. И я осталась тоже очень довольна. Ссылку обязательно оставлю в описании. Далее, что я заказала у двух разных продавцов. Это из смолы вот такие вот фигурки. Пряничный человечек. Было несколько видов. Но я взяла себе вот такого самого стандартного. Опять же, к качеству исполнения у меня нет никаких претензий. И также вот такая лошадка. Я обожаю такие игрушки. Вот они мне, знаете, напоминают какое-то старое время. И мне очень нравится, как они будут смотреться на елке. Потому что, естественно, я их уже вешала. Но сняла для того, чтобы показать вам. И ссылки тоже на все найдете в описании. Далее, просто моя любовь. Это 2 пары вот таких вот ботиночек. Я поражаюсь, насколько внимательные у меня зрительницы. Которые помнят, как 3 года назад, чуть побольше, я вешала такие ботинки на елку. И одна зрительница мне написала, что это к детям, к пополнению. Я ей сказала, что это бред, конечно же. И в итоге родился Левчик. И теперь каждый раз, когда я собираюсь вешать подобные ботинки, мне сразу вспоминают эту историю. Сделаны просто идеально. Стоили 3,49 одна пара. И, по-моему, бесплатная доставка. Тоже вам ссылку оставлю в описании. Еще одна просто потрясающая игрушка. Это вот такая маленькая девочка на лыжах. Она тоже вешается на елку. Я, кстати, заказывала подобного вида уже третий раз. Прошу прощения, на Алиэкспресс. И вот решила еще одну заказать. Далее все я заказала тоже для праздников. Точнее, для того, чтобы нарядить елку. Это вот такие вот крючки. По мне, так они удобнее, чем просто ниточки, которые вы сверху на елку одеваете. Потому что игрушка может скатиться. А на крючках вот у меня сейчас все игрушки, которые пока висят. Точнее, на данный момент висят. Они все вот на таких крючочках. 90 центов стоит вот такая упаковка. И здесь было довольно много. Еще у меня вот осталось. Но у меня еще игрушек целый пакет. И еще я заказала вот такую классную гирлянду. Мне очень понравилось, как она выглядит на фотографиях. Здесь, конечно, при свете трех ламп будет четырех. Даже не видно, как она выглядит. Но потом, когда она будет на елке, я вам тоже обязательно покажу. Она работает на батарейках. Здесь они уже садятся, потому что она часто у нас вот горела. И просто мне понравилось, как она выполнена. Это, знаете, как будто это, наверное, все-таки органза. И здесь внутри гирлянда. Вот, очень красивая. Тоже ссылку на нее оставлю в описании. А вы уже получили свой билет на электричку? Если что, я о розыгрыше черной Тесла от Letyshops. И если вы не знали, то сейчас разыгрывается еще и белая Тесла. Но давайте обо всем по порядку. И весь мир ждет черную пятницу. Это время распродаж и скидок до 70%. На Алиэкспресс это все будет проходить с 25 ноября по 29. Это время, когда вы можете купить любимые товары в несколько раз дешевле. И мои друзья из Letyshops поддерживают распродажи. Поэтому в период распродажи вы сможете поймать увеличенный в три раза кэшбэк. И его можно активировать со страницы распродажи. Если в обычное время вы бы получили 200 рублей, то повышенный тройной кэшбэк – это уже 600 рублей. Но его обязательно нужно ловить. А теперь вишенка. Уже запущен конкурс на новенькую Тесла модель 3 белого цвета. И за каждый заказ в Алиэкспресс на сумму 25 долларов. И с кэшбэком от Letyshops вы приобретаете билет и можете принимать участие в конкурсе. Чем больше вы совершите покупок, тем, естественно, больше билетов. Билеты можно собирать уже сейчас. У меня тоже есть парочка. А ведь помимо Тесла там есть еще море других классных призов. И все детали розыгрыша смотрите на сайте или в приложении Letyshops. Поэтому скорее выбирайте лучшие товары. Регистрируйтесь в Letyshops, чтобы экономить. И участвуйте в акции на белую Тесла. Что вы можете заказать на распродаже? Я очень часто, ну не очень часто, но четвертый раз заказываю себе кисти. Мне понравилось то, что мне приходило до этого. Я показывала вам эти классные наборы с голубыми ручками. Мне кажется, уже, наверное, весь YouTube их скупил. И в этот раз я решила заказать себе кисти с деревянными ручками. Почитала отзывы. Сейчас я их отсортирую, потому что у меня здесь с деревянными ручками несколько. Но вариант, который я точно хочу вам порекомендовать, это вот эти кисти. Здесь стоит маркировка, что это Make Up Forever. Вообще подобными кистями, когда я посещала курсы макияжа, мы делали отработку разных макияжей. Вот, и я решила просто их сравнить ради интереса, потому что они прям вот как под копирку. И когда они ко мне пришли, могу сказать, что разница для меня вообще неощутима. Что я использовала на курсах, то я и получила сейчас. Ворс просто нежнейший. Кисти сделаны очень-очень качественно. Я поближе вам тоже их обязательно покажу. Здесь в комплекте только кисти для глаз, но также есть скошенная кисточка для бровей. Я принципиально искала вот такой комплект, где бы были только кисти именно для макияжа глаз. Так что никаких нареканий у меня нет. Они отлично растушевывают. Я их, естественно, когда они пришли ко мне помыла, вообще ни единого волоска просто не вылезла. Поэтому, знаете, у меня закрылись подозрения, что сделаны они на одном заводе вместе с Make Up For Ever Original. Здесь также каждая кисточка подписана. Для чего она? Ворс просто, я не знаю, как пух. Такой, знаете, нежный очень. И когда вы делаете макияж, растушевка проходит настолько легко. От кистей тоже очень многое зависит. Но я думаю, что вы это и сами знаете. Поэтому ссылку на эти кисти тоже оставлю вам в описании. И еще я заказывала три кисти именно для растушевки теней. Они тоже пришли с коричневыми ручками. И также здесь скошенными. Но нет никаких надписей. Не помню, чтобы вот эта кисть была тоже в комплекте. Но она у меня есть. Здесь одна кисть пришла в BrushGuard. Вот. Эти кисти прям один в один, как Morphe Brushes. И также очень мягчайшие просто. Ими вообще этой кистью, точнее эту кисть я заказала, чтобы наносить хайлайтер. И вот эти две кисти растушевочные я все никак не могу найти. Аналог 224-й, по-моему, кисти от Заива, которая растушевочная. Потому что их походу вообще убрали из продажи. Но вот эти две кисти не хуже. И я тоже с огромным удовольствием ими пользовалась. Поэтому ссылку на вот этот комплект я тоже оставлю в описании под видео. На что я хочу обратить ваше внимание, это на холсты, которые вы тоже можете купить на Алиэкспресс. Сейчас я заказала еще три. Вот пришли вот в такой тубе. И выглядят они вот так вот. Заказала три штуки. Два из них образуют цельную картинку. Но вы можете вешать их в любом порядке, как хотите. Это лично мой был выбор. Значит, один выглядит вот так вот. Остала для них купить рамочки. Второй вот так вот. И третий вот так вот. Печать просто супер. Выше всяких похвал. Они невероятно качественные. Я уже довольна своими предыдущими тремя картинами. Вставлю здесь фотографию, если вы не видели. Поэтому к этим вещам тоже можете присматриваться на Алиэкспресс. Я беру себе такие размеры, чтобы не было накладно по бюджету. И чтобы я могла с легкостью найти рамки. Такие рамки я нашла в магазине Сенсай, которые стоили по 2,99. Но в целом это выглядит, если под лупой не разглядывать эти рамки. Они пластиковые, но золотого цвета. И если под лупой не разглядывать, то в целом вся эта композиция выглядит очень дорого. Тоже вам обязательно ссылку на вот эти холсты оставлю в описании под видео. Поэтому заходите, разворачивайте инфобоксы и выбирайте. И, наверное, последнее, что я вам на сегодня покажу. Все, просто больше уже нет моих сил говорить. Это вот такая ваза, которая стояла все это время на заднем плане у меня. Керамическое. Жалею, что взяла одну штуку, потому что сделаны они просто очень качественно. Здесь внизу, как вы видите, есть вот такие три штучки для того, чтобы она не царапала поверхность, на которой она стоит. Но к самому исполнению вообще нет никаких нареканий. Я тоже вставлю фотографию, как можно составить композицию из этих ваз. Единственное, что я заплатила за нее 17 евро, но потом я нашла подешевле варианты. Не скажу, что поинтереснее, но можно было купить за эту стоимость несколько штук и сделать картинку более какой-то цельной. Но так как у меня комната здесь в зеленых цветах сделана и планируется немножко другого цвета мебель, но я потом вам цельную картинку обязательно покажу, я и заказала эту вазу. Но, как я уже сказала, качества у меня никаких нареканий нет. Единственное, вот немножко жаба задушила, что нашла подешевле и поинтереснее. Но если вам нравится такой тип ваза, то ссылку тоже оставлю в описании под видео. Это вот на сегодня, это, пожалуй, все, что я вам хотела показать. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите мне их в комментариях. Я всем желаю здоровья и увидимся в следующем видео. Пока!